Зовут меня Марченко Богдан Николаевич, я агроном по кормопроизводству в совхозе имени Ленина. Мы находимся на границе Москвы. Площадь предприятия 2000 гектар. Под кормовыми культурами у нас 500 гектар. Также у нас есть овощеводство, есть плодоводство и есть питомник. Меня зовут Козлов Данила Дмитриевич, я зам директора по производственным опросам, в ЗАУ совхоз имени Ленина. В этом году совхозу исполнится 102 года, в 18-м было 100 лет. Причем наши показатели, они на уровне европейских, гораздо выше российских. У нас самые лучшие, я считаю, агрономы, самые лучшие зоотехники. К нам ездят учиться со всей страны, поэтому это достойный химикозпроизводитель. Здесь у нас находится 500 фуражных коров. Общее количество животных вместе со шлейфом молодняка где-то около 1100 животных. Мы получаем продуктивность около 11 тысяч килограмм молока на фуражную корову в год. Это наш такой, ну достаточно средний уже показатель. Работаем здесь с роботами, полностью автоматизировали комплекс в плане доения. Стараемся вырастить и качественные корма, и получить большое количество молока от наших отечественных коров. Азиму гибридную рожу в нашем хозяйстве мы выращиваем третий год. Рожа является хорошим предшественником для кукурузы тем, что она подавляет первый рост сорняков. У нее хорошо развита корневая система, она взрыхлевает почву. С рожью в качестве корма мы работаем два года. Для нас это достаточно новая на самом деле технология. Чтобы получать в среднем надое, как сейчас надойную, там около 37 литров с коровы, конечно, вы должны обеспечить ее правильным кормом. Качественным, высокоэнергетичным, переваримым. Иначе просто бессмысленно этим заниматься. Качество корма, энергетика корма сильно зависит или влияет на количество произведенного молока. Поэтому научный подход позволяет нам с одной коровы получать в два раза больше молока, чем в среднем по России. И если компания КВС дает нам возможность узнать лучшие мировые практики по, скажем так, увеличению надоев, по улучшению качества кормов, то, конечно, мы этим воспользуемся. Первый опыт у нас был, это Магнифика. Нам порекомендовали сотрудники КВС гибрид РАУ. И второй год мы выращиваем РАУ. Глубина посева варьируется от 3 до 6 сантиметров в зависимости от влаги. Мы зимой рожи заканчиваем все до 1 сентября. Максимально у нас урожайность 23 тонны с гектара. Почему такая высокая? Потому как при одинаковых затратах на обработку почвы, на внесение удобрений, на амортизацию техники, на зарплату сотрудникам мы получаем в три раза больше урожайности. Мы, как животноводы, даем задачу вырастить определенное количество нужного нам корма и задаем некие параметры качества, которые хотели бы увидеть. А то, какую урожайность получат агрономы на каком конкретном поле, они выбирают сами. Ну и, соответственно, подстраивают культуру еще с учетом того, какой им нужен севооборот. Потому что у нас хозяйство многопрофильное, каждый год и урожайность немного меняется. И выбор, и набор культур тоже. Мы сейм азимовый рож после многолетних трав. Это нам компенсирует внесение минеральных удобрений. Почва отдохнула, набралась питательных веществ и дает хороший старт РЖ. Перед посевом азимы РЖ мы в пахевом поле проводим дискование на глубину 8-10 сантиметров и перед посевную культивацию на глубину 4-6 сантиметра. РЖ позволяет сочетать не только возможность получения двух урожая в год, но еще и возможность в травяной массе получать высокое содержание протеина. То есть вы косите молодое сравнительно растение, получая протеин на уровне 16-18%. И при этом энергетику сравнимую с кукурузным силосом. На самом деле анализы показали, что у нее высокая переваримость, высокая энергия и протеин. Отдача от этой культуры очень большая и поедаемость кировой высокая. Мало вырастить и скосить, надо еще это сохранить и применить. Это тоже важно правильно. Важно контролировать все этапы работы, а если где-то у вас не получается, то просить помощи у возможно других каких-то компаний, как КВС, которые являются продавцами нам, да, семян и оказывают технологическую помощь, где-то могут подсказать советам. Или также в кормлении. Мы, в частности, например, активно работаем с нашими специалистами белгородскими, с компанией МПК Инвест, Владимиром Васильевичем. Теми, кто могут где-то откорректировать твой замылившийся глаз, если так можно сказать. Опять же, животноводство использует огромное количество программ. В любой из них вы можете посчитать, насколько эффективнее будет ваш рацион при том или ином корме. Кроме того, анализы этих кормов достаточно легко получить, да, имея ту же самую лабораторию Билджи Джи, агроэкспертус. Лаборатория голландская Билджи Джи, анализ кормов, на сегодняшний день передовая лаборатория, да, в России, они проводят ежегодный конкурс лучших кормов. Это сенажи, это силосы кукурузные и ержи. В 2018 году мы заняли второе место, и в 2019 году мы заняли первое место. Грош очень хорошо показал себя как зимостойкая, морозостойкая. Сейчас компания КВС разработала новый гибрид авиатора, он еще лучше перезимует и более ранее выходит в вегетацию после зимы. Мы планируем продолжать выращивать озимую рожь. Это для нас решение многих проблем. Мы ограничены в площадях, поэтому мы были вынуждены попробовать эту технологию. Она себя хорошо показала, да, дала хорошие результаты, мы будем ее продолжать. Сейчас мы все больше и больше уходим именно на импортную селекцию, работаем с КВС, другими компаниями. Импортная селекция, импортные семена и импортные технологии дают очень большой трамплин к развитию. Мы видим это не только в переваримости кормов, которые мы получаем, что важно для животноводов. Или, например, в урожайности, что важно для растеневодов. Мы видим это еще и как некую совокупность факторов, которые обеспечивают экономическую эффективность всех этапов производства. Общий надой в стране должен вырасти. Если бы таких компаний, как наша, которые сотрудничали с такими компаниями, как ваша, было бы больше, то мы бы не были импортозависимы от производства молока. И если бы таких продвинутых компаний, которые действительно хороший продукт представляют животноводом, было бы больше, то нам бы просто было легче работать. И продовольственная безопасность страны поднялась бы на недостижимый уровень. Таким вот таким вот образом просто будут чуть больше подняться в мар 동ader. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...